Девочки, всем привет! Сегодня снимаю теговое видео, называется оно «Моя зима». Видео это увидела у всеми нами известной любимой Adele и, в общем-то, взяла за основу ее вопросы. И давайте начинать. Буду подглядывать в свой планшет. И первый вопрос. Ваша любимая помада этой зимы? И моей любимой помадой этой зимой являлась вот такая вот помада от Eves Saint Laurent. Это номер 8. Очень универсальный цвет, прозрачно-розовый. Помада очень легко наносится, скользит просто по губам. Безумно красиво смотрится на губах. Моя любимица. Следующий вопрос. Ваш любимый лак для ногтей? Моим любимым лаком для ногтей это зимой был вот такой вот лак от Avon. Ему уже много лет, не знаю, мне кажется, года 3. Коралловый. Это номер, не номер, а называется Coral Reef. Коралловый риф. Такой вот лак. Раньше лаки от Avon именно вот этой серии, Nailwear Pro, были просто потрясающие. Я их обожала. У меня их было очень много. Некоторые живы до сих пор я им пользуюсь. Сейчас они очень сильно испортились. То есть я брала недавно несколько лаков из этой же серии на пробу. И это абсолютно другое качество. Противоположное они... Нет, нет, нет. Но вот этот вот лак я очень нежно люблю. Не могу найти ни в одной фирме аналога именно вот этому цвету. Просто потрясающий цвет. Отлично смотрится как летом, так и зимой. Он яркий и в то же время повседневный. То есть с ним я чувствую себя вообще на все 100%. Мой самый-самый любимый лак это зимой. Следующий вопрос. Оттенки, которые вы чаще всего используете в макияже и в одежде, это зимой. На самом деле не только это зимой, но в принципе мои любимые оттенки в макияже и в одежде являются такие розово-сиренево-фиолетовые. Очень люблю макияж в фиолетовых тонах, такую фиолетовую дымку. Очень люблю вещи яркого фиолетового цвета, более спокойных таких розово-сиреневых цветов. И в общем-то это и были основные любимые цвета мои это зимой. Также в одежде я это зимой очень любила белый цвет. Белые рубашки, белые свитера, белые майки. Следующий вопрос. Ваше косметическое открытие этой зимы. И моим косметическим открытием стала вот такая вот сыворотка от Lancome. Визионар, все вы ее знаете, сто раз уже видели. Вот наконец-то я ее попробовала и ооо, это чудо! Очень круто выравнивает тон лица, она смягчает кожу, кожа становится такой гладкой, нежной и просто вау! Крем на нее ложится очень круто, расход гораздо меньше и в общем ооо, это моя любовь и мое открытие. Ваш любимый аромат, запах или аромат свечи этой зимы? Сразу скажу, что свечи я не очень люблю, ну так скажем, я не фанат свечей и в общем, у меня нет любимого аромата свечи. Я в общем-то, у меня есть свечки, но все они без аромата, что меня вполне себе устраивает и нет у меня любимого аромата свечи. Любимый мой парфюм, я вам уже показывала в моем видео о пустых баночках, он к сожалению закончился, это парфюм от Жованши, Ангел и Демон. Также одним из любимых парфюмов этой зимой у меня был парфюм от Кельвин Кляйн Бьюти. Очень насыщенный, очень яркий аромат, там присутствует очень яркая лилия, просто обожаю такие ароматы и в общем, это был один из самых любимых моих парфюмов. Ну и также могу сказать, мой любимый запах этой зимы, это запах печенья, не обращайте внимания, у нас гостит кот и в общем, ходит разговаривает. Так вот, мой любимый запах, это запах печенья, я этой зимой очень часто делала печенье из, не знаю как это называется, из песочного теста и вот этот вот запах для меня, наверное, любимый этой зимой. Следующий вопрос, что вам больше всего нравится в этом времени года? Ой, сложный был вопрос, долго я думала над ним, на самом деле я страшно как не люблю зиму, для меня лучше дождь, слякать, любая абсолютно погода, либо невыносимая жара, в общем, я люблю любую погоду, кроме зимы. Я ненавижу снег, я ненавижу холод, просто вот зима, я готова зимой впадать просто в спячку, не вылезать из постели, хотя на самом деле я жаворонок и я в принципе не испытываю трудностей при утреннем пробуждении, но зима это просто какое-то, не знаю, время года, когда в моей жизни замедляются все процессы, замедляются процессы организма, замедляется как-то ритм жизни и в общем, да. Но тем не менее, что мне нравится зимой, нашла я все же, то, что мне в зиме нравится, это крупные хлопья снега. Я люблю, когда зимой идет снег и он валит, именно снега много и это крупные хлопья, не мелкие снежинки, не снег с дождем, когда вот именно теплая, безветренная погода и валят крупные хлопья снега. Это действительно красиво, это действительно завораживающе и особенно круто, когда вы наблюдаете на эти хлопья из окошка с кружкой горячего чая. Следующий вопрос, самое крупное неудобство зимы для вас? В общем-то, наверное, ответила уже на этот вопрос, самое крупное неудобство зимы, это вообще ее наличие, но на самом деле это холод. Это холод, это снег с дождем, когда вот именно ветреная погода, вот этот противный снег, который бьет по лицу, это холодно, когда мы кутаемся в шубы, шапки, шарфы, вот так вот на все лицо. Это самое большое неудобство зимы для меня. Ваш любимый зимний напиток? У меня два любимых зимних напитка, это глинтвейн и это чай с имбирем, медом и лимоном. Просто это, наверное, мое открытие этого года. Я в этом году, этой зимой первый раз попробовала имбирный чай и это просто потрясающе. Это что-то потрясающее, он очень вкусный, он очень классно согревает. Не знаю, он какой-то такой уютный. В общем, очень я полюбила имбирный чай, ну и глинтвейн, это классика, в общем, да. Следующий вопрос, ваше любимое лакомство зимним вечером? И это однозначно киндер сюрприз. Я просто обожаю киндер сюрприз, вот этот киндер шоколад. Точнее, меня уже не трогает, как в детстве именно вот это яйцо. Посмотреть, какая же там будет игрушка, я люблю именно киндер шоколад. Покупаю вот эти вот дольки и просто их обожаю, я могу их есть тоннами. И хочу кое-что вам показать. Такое счастье я купила в Дьюти Фри и это просто невероятно. Это действительно было великое счастье, я растягивала удовольствие. Не ела все сразу, хотя очень-очень хотелось. Ну, в общем, киндер, шоколад, это самое-самое мое любимое лакомство, особенно это зимой. Следующий вопрос, есть ли у вас зимние традиции или ритуалы? Ну, естественно, зимней традицией является разнование Нового года. Первый раз этой зимой мы положили все подарки друг другу под елочку. Обычно все подарки дарились с 31-го, начиная прям с утра. В этом году мы все положили под елочку. И когда все пришли с работы, в общем-то, вся семья собралась, мы по очереди доставали каждый свой подарок из-под елочки, открывали его. И, в общем, это было очень здорово. И это я хочу ввести в традиции празднования Нового года. Книга, которую вы охотнее всего читаете, это зимой. И, на самом деле, этой зимой я читала очень много профессиональной литературы. Я училась, у меня были онлайн-семинары, онлайн-обучение, и нет у меня какой-то абсолютной вот такой вот любимой книги для этой зимы. Отвечу, чтобы это была профессиональная литература. И последний вопрос. Любимые фильмы, которые хочется пересматривать под Рождество? На самом деле, для меня является, наверное, одной из традиций это пересматривание отечественных рождественских фильмов. Это Ирония судьбы, это Карнавал, это... Ну, Карнавал не совсем новогодний, но очень люблю этот фильм. Это Новогодняя ночь, это Девчата, это Иван Васильевич меняет профессию. Я очень люблю все эти фильмы, и хоть их показывают из года в год, каждый год, я их каждый год с тем же самым удовольствием, с огромным смотрю, пересматриваю, очень их люблю. Ну, и также, конечно, это всякие американские рождественские комедии. Я, на самом деле, не знаю, не запоминаю их названия, как-то на этом не зацикливаюсь, но их много. Они классные, они легкие, они действительно мной любимые. И, наверное, каждый год это разные комедии. В принципе, я думаю, недостатка в рождественских комедиях нет, и именно их я очень люблю смотреть в новогодние праздники. Все, девчонки, это были все вопросы тега. Надеюсь, вам понравилось, подхватывайте, оставляйте видео-ответы, пишите свои комментарии. До скорой встречи, пока-пока!